… О, вы на Масяню похожи! А на кого я, блин, ещё, могу не похож? Юрий будет дусть, Ызь будет Юрий… Это как раз меня, egentligen, коллеги спрашивают. То-есть, аниматоры, там, и прочие люди, которые занимаются сериальным производством, они сейчас спрашивают, ну как тут до сик пор, блин, вон даже теория Большого взрывы, и то столько не протяжался, потому что скучно становится. А это всего есть один небольшой секрет. Надо все делать самому. Очень просто. Когда ты работаешь в команде, она рано или поздно разваливается. И рано или поздно люди же развиваются в разные стороны. И все становятся немножечко другими с каждым годом. Поэтому в команде работают... Понимаешь, на самом деле тут есть у меня определенная теория по этому поводу. Дело в том, что современные технологии подходят к тому, что скоро кино уже может будет сделать один человек. То есть есть уже софт, чтобы делать толпы, есть уже софт, чтобы делать катастрофы, чтобы делать гигантские волны, землетрясения. И в конце концов человек сможет полное голливудское кино сделать один. И это будет как раз самым стильным, потому что когда человек один работает, то он может соблюсти полную стильность картинки. То есть начальный замысел, полностью его создать и полностью в одном стиле сделать и озвучку, и картинку, и актерскую игру. И актеров не будет. Будет, естественно, 3D, который будет ничем не отличаться от живого человека. Я как бы нахожусь на острие творческого процесса по многим параметрам. Например, я работаю один полностью. И сценарий делаю сам, и озвучиваю сам, и весь монтаж делаю сам. И поэтому получается такое одностильное, заранее задуманное произведение, которое не представляет из себя лоскутное одеяло, как обычно. Немного Антоном Птушкиным повеяло сейчас. И он как раз ровно год назад рассказывал нам о том, как тяжело ему делегировать обязанности. А все жалуются, естественно. Все жалуются, потому что, когда работает творческий коллектив, это всегда срач. Особенно русскоязычный. Отличается. Ну, почему-то как-то больше любят, да, конфликтовать. Не знаю, видимо, это исторический контекст как-то накладывается. И застаивать свое «я». Отстаивать свое «я» и свое «видение». Естественно, ну, все мы любим. Или надо устраивать диктатуру. Опять можно параллель провести. Если нас отпускают на свободу, мы начинаем сраться. Амстердам – это город, где была задумана Масяня. Да. Я первый раз приехал в Амстердам как раз в 2001 году. Была такая история. Я работал в Германии. Я был там художником, у меня там была мастерская. И один раз я решил съездить в Амстердам. Просто один поездить. И план у меня был примерно следующий. Я хотел приехать вечером, ночью погулять. Ну, понятно, город как бы гуляльный, ночной. А утром уже поехать домой. То есть без гостиниц, денег ни хрена не было. Вот. Я приезжаю вечером и вдруг обнаруживаю, что все закрыто. То есть совершенно мертвый город. Я иду по пустые улицы. И причем самое интересное, что я вижу, что люди в кабаках есть. То есть вот хозяева там, там кебабки, там сидят они. Мне жрать хочется, холодно. И вообще, это был сентябрь. Да уже довольно прохладно. И я хожу по городу, но не понимаю, что происходит. Что это за Амстердам? Там такой, блин, где все закрыто, никого нет вообще. Все мертво, какая-то нейтронная бомба упала. И самое, что интересно, что смотришь, вот они там сидят в барах и, значит, там смотрят телевизор какую-то фантастику какую-то. Фантастику какие-то, там фильмы катастроф смотрят. Я думаю, нифига себе, как они увлекаются. Может, какой-то модный сериал идет фантастический, что все просто закрыли. А вообще все, настолько они прям интересуются комиксной и фантастической культурой, что прям закрыли весь город для того, чтобы посмотреть какой-то сериал фантастический. И я, значит, поболтался до четырех ночи, проболтался по совершенно мертвому городу. А потом оказалось, я тебе сейчас скажу, это был 11 сентября 2001 года. То есть я не знал, потому что я ехал в поезде, в мобильном интернете тогда еще не было толком, 2001 год. Поэтому знать было никакой возможности. И приезжаешь в город, выходишь, а они-то все знают уже, потому что они смотрят телевизор, они все там, естественно, тут же город весь закрылся, началась как бы катастрофическая реакция на происходящее. И смотрели они вовсе не фантастический фильм, как ты понимаешь все. А новости. Да, они смотрели новости, но, естественно, через окно, когда смотришь, видишь, что думаешь, фантастику смотрят. Я где-то в 4 часов просто сидел на парапете где-то, покуливал и как бы просто думал что-то таким заняться интересным. Вот. И может быть, надо заняться все-таки фантастикой какой-то вот комиксной культурой. То есть вот примерно такое происхождение странное. То есть получилось, что наоборот, да, из катастрофического события, крайне неприятного для всего мира, вот для меня получилось ровно наоборот. У вас есть великая серия «Царь-собака-ру». Она про то, что в России запрещено все. Да, ну, как бы люди просто решили не париться больше, выбирая каждый раз что-то запретить и просто запрещают все. В таком случае, как бы, не нужно больше уже, ну, там, не знаю, подводить по статью или выбрать тему или еще что-то. Просто делай хоть что-то, значит, уже виноват. Априори это называется. Ну, это же карикатура, это же карикатура на самом деле. То есть ты берешь, что происходит, вот и чувствуешь, что нарастает, да, количество запретов, нарастает. И ты просто доводишь это до абсурда. Так делается анимация, так делаются мультфильмы. Ты доводишь то, что есть и кажется нормальным до абсурда. И в таком случае ты видишь это со стороны. Видишь, к чему это идет. И таким образом можно прогнозировать будущее даже. Вот это, на самом деле, формулировка очень хорошая «довести до абсурда». А в России это идеальная формулировка. Потому что абсурд уже начинает доводить тебя. Пока мы гуляли, вы сказали, что у вас очень мусорная речь, но вы на этом зарабатываете. Потому что мусорная речь, на самом деле, гораздо живее и правильнее литературной. Потому что, когда кто-то говорит «пойдем позавтракаем в кафе», все просто и понятно и однозначно. А если он выразился «пойдем, типа, может, там это, покушаем или чё?» Понимаешь, это несет гораздо больше информации. Потому что это одновременно выражает сомнение в том, что необходимо поесть, а также сомнение в репутации места, куда они идут, и сомнение в качестве еды путем выражения «типа позавтракаем». Понимаешь, это несет гораздо больше информации. Поэтому грязная речь, в принципе, она дает очень много представления. Она дает абертоны. Знаешь, что такое абертоны? Как часто за эти 15 лет вы думали, блин, ну нифига себе я правильно сделал? Блин, это бесчетное количество раз просто чуть ли не каждый день, как только открываю российские новости. Каждый день читаете? Нет, не каждый. В последнее время все меньше и меньше, потому что это исключительно плохие новости. Ты понимаешь, что это немножко на здоровье влияет нехорошо. Ты знаешь, надо собираться силами, сейчас я почитаю российские новости. Сел, пошел на балкон, закурил там, устроился, чтобы удобно так. Российские новости. Ну ладно. То есть так, собираться как перед выступлением, чтобы не реагировать, не реагировать. Я не там, слава богу, я не там. Все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok